Пацан, ты видел этот стиль? Кручу 360, да я кидаю джеб, 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 джеб Из угла в угол, кровь на кулаках Хаю толпа, ведь я кидаю джеб, 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 джеб Уличный хуть, это треш-ток, диму тайм-код, достаю блок Последний куток, твой дар-блок, я пахал голд, тебя уберу, моб Это мой азарт, самый кровавый мув Ты пришел в семью, че может показать твой дух Вырубаю свет на ходу, делай ворк, это мой муд, сибирский грув Я у микро нас в твоих дух, брат, мысли поднимают мой дух Я не хотел рисковать, но я рискнул и вылетел хук Никому не говори, что ты видел, тут бойцовский клуб Пацан, ты видел этот стиль? Кручу 360, да я кидаю джеб, 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 джеб Из угла в угол, кровь на кулаках Хаю толпа, ведь я кидаю джеб, 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 джеб Друзья, мы рады приветствовать вас на этом безумном ивенте Хардкор Файтинг Чемпионшип Уже сегодня мы станем свидетелями громких возвращений Невероятных анонсов, камбэков, мощнейшей битвы с участием непобежденных бойцов Состоявшихся звезд и тех, кому только предстоит показать силу своих кулаков И наш вечер камбэков начнет поединок в соглавном событии турнира Возвращение молодого проспекта, которому предрекли звание чемпиона Семена Эстон Сакаманина В бою с одним из главных ветеранов нашей лиги Который прошел сражение со всеми топами дивизиона За миром Кремнем Мамедовым Ну и собственно то, ради чего мы здесь собрались Противостояние в котором оба участника мейн-эвента Уже в самом начале года претендуют стать фаворитами В номинации Возвращение 2024 Безжалостный и хладнокровный кросс Против опасного нокаутера дивизиона Мачетто Первый чемпион в среднем весе Против второго чемпиона Абубакр Кросс Сулейманов Против Михаила Мачетто Тарабрина Это Хардкор Файтинг Чемпионшип И мы начинаем! Судьи и рефери турнира Дмитрий Болдырев Сергей Летунов Алексей Козлов Семен Стахеев Михаил Куликов Супервайзер Сергей Курсанов Хронометрист Валерий Вингур Врач Виктория Гомеева А в комментаторском кресле у нас сегодня человек Инфоповод Человек, который уже на протяжении нескольких лет Каждое воскресенье погружает нас во все новости Мира единоборств Алексей Харньюс Сафона Всем шалам! А компания ему сегодня составит Маэстро кулачных боев И самый любимый боец Лиги Хардкор Файтинг Чемпионшип Хамзат Куриев А также Еще один Непримиримый оппонент Мухаммеда Киборга Холмыкова Мухаммед Перс Кайбати Перс, я рад, что ты меня услышал И приехал договариваться Поднимайся в октагон Был бит твой брат Будешь бит и ты Ты приехал Я приехал Ты красавчик Ты красавчик Но он же не приехал На самом деле А я приехал То, что он сказал Это твоя, да? Моя Вот, видишь Он даже За Макилаю Караван идет Вот, как ты говоришь Смотри Много раз Много чего было Но Я сказал Сначала Он хотел со мной по ММА Вот его Каганский тоже тут сидит Он сказал Давайте по ММА драться Но наконец-то Я согласился Что видите Вот сюда Я давно тут не дрался Но я его челюсть ломаю Вот тут Я готов Я перешел И я его челюсть ломаю Перс Это просто поговорить Или драться Это Честно тебе сказать Это не спортивный интерес Это прямо драка Это будет драка Это будет битва Достойная ВТБ арены Я считаю это драка И я все что угодно могу в этом дело делать Мухаммед Если киберг не приехал Давай мы сделаем прямо сейчас В прямом эфире Так чтобы он приехал Газ Просто позвони Я его Если он не приедет Я сам его такси позову Тебе не надо говорить вообще Мухаммед Ты на связи Остан Приезжай сюда Приезжай сюда Я тебе смотри Голову отору Понял? Приезжай сюда Я тебе накажу Что тут будет Хорошо? Хорошо Приходи сюда Я тебе говорю Приходи Давай Давай Скорее Больше не надо На тебя говорить Когда ты кидаешь телефон Я так же На тебя кидаю Просто Приходи сюда Вот так надо На меня кидай телефон Я тоже на него буду кидать Вот я и жду его Это будет драка Ну а ты понимаешь Что он может сюда приехать? Да Давайте Ты понимаешь? Я все понимаю Четыре года битв Четыре года Единственное, чего мы все хотим Чтобы это завершилось Уже вашим противостоянием Чтобы каждый из вас подписал контракт И Да будет Битва И да, это Хардкор Файтинг Чемпионшип Кулачные бои И мы Начинаем Официальный партнер Хардкор Файтинг Чемпионшип ВК-Видео Официальный партнер Хардкор Файтинг Чемпионшип Трансляции наших турниров Эксклюзивные выпуски с боями в ВК-Видео Которых нет на других платформах Ссылка в описании Ну а мы переходим к первому бою И в октагон приглашается Перс Джамалдаев 19 лет Чеченская республика Кандидат мастера спорта Победитель всероссийских соревнований И участник сборной Чеченской республики по боксу В своем дебюте Он собирается закатить Самый зрелищный поединок вечера И сразу дать понять Что он является одним Из лучших ударников дивизиона Он не намерен гнаться за нокаутом Так как хочет Насладиться каждой секундой Бескомпромиссной рубки Сулейман Сегодня мы покажем зрелище Встречаем Все далее Только SD В Gamе Одискет Россия Одесса Убираー Одесса Его соперник Сулейман Палач Махмадов, 23 года Ростов-на-Дону, кандидат мастера спорта, победитель международных турниров и чемпион Республики Таджикистан по боксу. В его послужном списке более сотни боев. Победу одерживает Сулейман Махмадов. Сегодня он обещает высечь на лице оппонента свои чемпионские амбиции и доказать, что когда Палач выходит в октагон, летают головы. Встречаем! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, всех рад приветствовать на очередном вечере боев от Hardcore Fighting Championship. Голые кулаки. Хамзат, Мухаммед, рад видеть вас также на комментаторской позиции. Продолжение следует... Два кандидата в мастера спорта у нас сейчас открывают. Базовые боксеры. Думаю, будет интересный техничный бой. Вот Берс уже неплохо пару раз цепанул Сулеймана. Причем с разных рук. Смотрим. Берс у нас представитель Чеченской республики, да, 19 лет? Молодой юночный бойец. Слышно, он сейчас попал. Сулейман, но сейчас нокдаун именно он оформляет и пошел вперед. Берс так занял... Я думаю, что он здесь любого раскатает внутри ринга за пределами. Сулейман у нас так чуть-чуть поопытнее будет. Он постарше, 23 года. Мы посмотрим, что покажет Молодой Проспект. Ощение, что Берс как будто так немножечко подзажат сейчас. Ну, занимает центр ринга. Мы будем советовать поподвижнее быть. Он застаивается, мне кажется. Берс должен быть подвижнее? Да. Пытается, видимо, тоже закрутить за переднюю руку. И последние 10 секунд первого раунда. В клинче тоже надо работать. Да, происходит сокращение дистанции, после которого застывает клинчик без фактической работы. Ну, знаешь, что хорошо? Два минуты это немного. Смотря в каком темпе. Хорошо, да? Отсюда, где клоу? Первый номер был, боби? Дорога тебе, чубахка. Гоя, что с тебя дали ехтай? Ну, вообще сыпи, никуда отсюда. Нет, без два его. Раз, два. И туда буралый сразу же. Ты его опаздываешь. Ты сближаешься, а потом правую кидаешь. У тебя вот эта рука, получается, понял? Без удара правая остается. И не лети, да. Без удара не иди. Без удара не иди. Без удара не иди. Без удара. Дорога тебе, чубахка. Б compleики не просто. Первый роман забрал? Бей больше заднего. Когда он у тебя летит, сразу бей заднего. Перед руку держу левый боковой. Просто больше без заднего. Здесь, конечно, из-за нокдауна чуть полегче вести подсчет. Хотя, мне кажется, если убрать факт нокдауна, довольно... Роун. Просто попаданий особо атак не было. Ни с первой, ни с той, ни с этой стороны. Работа зовет. Ё-моё. За собакой. Вот тут момент, когда тебе вдруг стало страшно, да? Да-да-да. Сказал. Какие есть ли его, допустим? За какого гонорара выскочишь с ним? Никакого. Никакого? Я здорового люблю. Хорошо, Сулейман сейчас ушел. Кстати, с линии атаки. Повнимательнее по затылку договорились. Мне кажется, довольно невысокий темп для этой весовой категории. Берсу, по-моему, надо что-то прибавлять. Главное, не пропускать. Берсу нужно, мне кажется, больше активности тоже еще проявлять все-таки. Вот сейчас внизу дошел, удар не видно был. Тай! Тебе последнее предупреждение. Еще раз пробиваешь, я снимаю балл. Без обид? Без обид? Все. Нормально? Таймин! Таймин! Файл! Поджимает Сулейман. Челнокей передвигается. Сулейман пока выиграет, да? Стой! Стой! Ну да, плюс нокдаун все-таки. При прочих равных это в любом случае будет учитываться. Файл! Ох! Убоюдные, кстати, попадания были, и Берс на отходе также хорошо попал. Файл! Давай, давай, поджимай, поджимай. Но как будто бы... Можно. У меня складывается впечатление, что оба бойцы такие равные, но вот за счет того, что Сулейман 23 года, чуть старше он по опыту. Слушай, а сейчас он же не специально ударил в ботылку? А что это? На окна он не читается? Нет, но все-таки в углу затылка прилетела, поэтому... А что если? Да, не отчитывают. Раунд закончен. Свечка, кстати, видим над правым глазом у Берса еще. Не самая приятная, потому что может закрывать обзор. Так, ну вот кому отдавать второй раунд, честно говоря, не знаю. Вы что скажете? И второй раунд тоже по Сулейману. Туда-сюда, но с небольшим преимуществом. Я бы Берсу, наверное, за счет концовки отдал. Послушай, Игорь Гладмо. И забрал, понял? На тонкого. Этот раунд ты забрал. На тонкого. Работай, бей задней рукой. Третий раунд, последний. Последний раунд, он сам к тебе идет. Да, да, да. Слышишь? Да, да, да. Слышишь? Ну что? Он тебя ждет. Я фи. Ничего нет. Он тебя встречает. Не дивай меня. Просто встречай заднюю руку и делай серию. Задний боковой. Задний боковой. Он ждет твою руку и ловит твою руку. Он чувствует это. Сейчас мы не должны стоять на месте. Второй раунд забрал? Да. Берсу нужно оформлять нокдаун в третьем раунде, если он хочет победить. Потому что даже просто забрать третий раунд будет недостаточно, скорее всего. Пожмите руки, у вас последний раунд, парни. Повнимательнее по затылку, оба по затылку повнимательнее. Файл! Заключительный раунд. И все еще хочется увидеть какое-то наращивание скоростей. Да, как-то не хватает, не знаю, драйва, что ли, какого-то. Притом, что видно, бойцы скиловые. Есть у них хорошее умение. И по технике, и по силе ударов, но... Вот, да. Вот, 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 вот примерно это. Это мы все в целом и ждем. Берс подступает. Ой! Смотрит нас Берса. Берс, давай, в пол! Ну, в третьем раунде лучше и лучше. Становится противостояние. Так, уже и не клинчуют, как в первом раунде, а именно дерутся старым. Стоп! Ну, держит Сулейман. Удар. Файл! Еще одна сечка у Берса появляется. Вот раз над левым глазом. Вот в этом отрезке Берс только, по-моему, начал раскрываться. Файл! Давай, на Сулейман! Здесь сильная от Кереса. Пятится назад Сулейман. Ох, обоюдные попадания. Особенно справа хорошо Сулейман пробил. Файл! Последние десять секунд. Боя. Стоп! 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 Все. Поединок завершен. Ну, даже не знаю. Будет ли справедливый ничья? Да? Нет. Нет, Сулейман забрал. Да. Да. Это был хороший. Хороший, четкий бой. Да, да. Хорошо. А, ты отрицатель. Очень вкусно. Да, хорошо. Я их тоже дал, но я знаю, что я их нет. Чего там? Чего там? Ты дам, что ли? Здесь даже не мера. Что за больно? Да, да. Да, конечно. Хранки! Хранки! Субтитры сделал DimaTorzok Единогласным решением судей победу одерживает боец из красного угла Сулейман Палач Махмада. Берг, давай на центр. В первую очередь могу сказать, что ваш бой заставлял не моргать, потому что вы на протяжении всех трех раундов рубились. Это видно по твоему лицу и по тем ярким впечатлениям, которые во время боя я испытывал. Твои эмоции согласны с решением и каково оно, вот так рубиться? С решением я, конечно, не согласен. Первый раунд он забрал. Иногда в втором ему балл сняли. Третий, я уверен, что я забрал. Третий раунд. Как тебе кулачка вообще? Кулачка вообще. Тут мандража не бывает. Только адреналин бывает. Так мандража вообще не было, хотя это был мой дебют. Я даже не сомневаюсь, что такие бойцы яркие, которые залетают сюда, чтобы рубиться. Но что такое слово мандраж, они не знают. Есть только кураж, который они ловят именно во время боя. Я думаю, что тебе есть сказать кому слова благодарности. Скажи их, и мы тебя отпустим. Но будем ждать обязательно еще в этом октагоне. Если, конечно, удадите мне боя, без проблем с тобой поделюсь. Хочу поблагодарить своих братьев. Вот они стоят, секунданты, блесты мои. Еще хочу поблагодарить своих братьев из Грозного, которые переживали и болели за меня. Еще за своего тренера Амина хочу поблагодарить. Очень хороший тренер. Спасибо ему. Еще раз спасибо за яркий бой. И ждем тебя снова. И напоследок, конечно, хотел сказать, когда я победил эти слова, Ну, это бой посвящаю своему старшему брату, который... Сулейман, поздравляю с победой. Ну, наверное, вопрос следующий, первый. Твой соперник не согласен с решением судей. Ты, когда стоял здесь на центре и объявлял, был ли ты уверен в том, что руку 100% поднимут тебе? Всех приветствую. Ассаламу алейкум всем. Во-первых, ну, нокдаун. Это 10-8 считается, правильно? Ну, два раунда, считай, я забрал. Второй раунд ровный был. Третий мы рубились. Ну, единогласное решение. Я не думаю, что там может быть споры, короче. Как говорится, новая звезда здесь. Вот тут. Это мой ринг. Я всем говорю, что это мой ринг. Я выйду, заберу этот бой. Потому что я очень хотел эту победу. Я два месяца пахал, лагерь проходил. Аль-хамду лиллах. Что Всевышний дает то, что мы выигрываем. Соперник, если честно, очень хорошо бьет. Очень достойный парень. Чисто уважение вам. Я вообще не хотел с тобой драться. Но это наше дело. Мы тут всегда хлеб зарабатываем. Правильно же, пацаны? Поэтому хочу поблагодарить своих братьев в тот раз. Кого-то не поблагодарил. Все обиделись. Все, которые моими братьями считаются. Всем спасибо большое за то, что помогали. Я здесь, честно, долг брал. Поехал два месяца готовиться, чтобы выйти подраться. Поэтому я тут буду надолго. Всем братьям. Всем спасибо. Акай Садырдин, Бижан. Федя моего спорринг-партнера. Своих тренеров с Аджикистана. Акай Рустам, Акай Кумиль. Всем братьям. Артуру Сулеймановичу, своим родителям, своему дяде. Ни Круз, Акай Сироч. Всем спасибо моему Сигунанту. И самое главное, своему тренеру. Это мой тренер, который на протяжении двух месяцев он переживал. Мы 14 килограммов с ним гоняли. Это Юлий Вирак. Очень люблю тебя, брат. Вот я после боя хотел это тебе сказать. Ты всегда, каждое утро будил. Это не кушай, то делай. Мне все равно. Иди там качайся, приседай. И вам спасибо большое. Если приседать, доставлял хороший. Да, спасибо вам тебе, Эдик. Вам спасибо, брат. Да. Анатолий, тебе спасибо большое. От души, то, что даешь нам на хлеб зарабатывать. В связи с последними ситуациями, много кто ко мне подошел, сказал, иди от души поблагодари его за то, что он дает хлеб. Кто-то на стройке, кто-то где-то работает. Он помогает. Мы на хлеб зарабатываем. Поэтому всем спасибо большое. Всем. Все, я все. Спасибо большое. Еще раз тебя с победой. Спасибо вам за этот бой. Перс. Саам алейкум. Брат, без никакого негатива я ко всем хорошо отношусь. Можно тебя попросить просто фейс-то фейс сделать и все? Просто чисто иранское таджикское дерби. Это мы, это мы персы. Я тоже перс, он тоже перс. Просто сделаем по красоте. Я даже не хочу сейчас. Я тоже хочу зародихать. Удачи. Тебе понравилось? Да, конечно. Молодцы. Удачи. Все. Удачи. Все, от души, братья, всем спасибо. Спасибо, парни. Подарки от наших спонсоров. Если я не проиграл, что это не значит, что я не показал все свои навыки. 70 килограмм я дышу вам спину. Берегитесь. Правильно. Правильно. Хороший посыл. Эмоции, конечно, кайфовые. Вообще мандража не было. Побился на адреналине. Все нормально. План на бой выполнил. Сопейник у меня достойный был. Не считаю, что я проиграл. В следующий раз обещаю показать такое же зрелище. 77-70 килограмм. Берегитесь, я вам дышу в спину. Люди хардкора, как увидите, вам такие бойцы нужны. Поддерживайте меня. Увидимся на вершине. Инчалло. По моему лицу не особо видно, но была бомба. Прям такой адреналин. Фух, что за кайф был это. Выпуск выйдет, пацаны. Просто не поморгайте там. Там три раунда за рубль. Ну, я показал красоту. Ну, пойдет. Дальнейший план и титул в двух высовых категорах 66-70. Спасибо вам большое за то, что вы это все делаете. Будем радовать газовать. Люди хардкора, хотим рассказать вам о классном возможности от Тинькофф Банка. При оформлении карты Тинькофф Платину до 29 февраля можно получать до 30% кэшбэка рублями. Это отличная возможность выгодно совершать необходимые покупки, поскольку кэшбэк начисляется прямо в рублях, а не в виде бонусов. Помимо этого, при оформлении карты вы получите кредитный лимит до 1 миллиона рублей, бесплатный перевод до 50 тысяч рублей без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц на карту любых банков с подпиской Тинькофф Про. Вы можете осуществлять переводы даже на дебютовую карту и снимать наличные. Рассрочка до 12 месяцев на любые покупки. Просто выберите приложение Тинькофф недавно оплаченной покупки от 1000 рублей и подключите рассрочку. Оформите карту Тинькофф Платину с кэшбэком в рублях, перейдя по ссылке в описании. Официальный партнер Hardcore Fighting – энергетический напиток Gorilla Energy. Gorilla Energy – это мощный заряд силы и энергии на весь день. Спешите попробовать новые вкусы. Gorilla персик-абрикос и Gorilla питая ананас содержанием натурального сока. Gorilla Energy – сила для твоего главного боя. Друзья, ну а мы переходим к следующему бою. И в октагон приглашается Хадис Хаус Рашидханов. 22 года Республика Дагестан. Кандидат мастера спорта по кикбоксингу. Чемпион мира по панкратиону. Серебряный призер 76-й дивизии ВДВ. Молниеносные комбинации в сочетании с отточенным футворком стали его визитной карточкой. Победу одерживает Хадис Хаус Рашидханов. Одержав яркие победы в дебютных поединках, он заявляет, что будет сносить каждого, пока не повесит на свое плечо титул чемпиона. Готовился очень хорошо, громадный тренерский штаб. Сделал свою работу, будем сегодня выполнять. Там просто выйти, уронить и уйти. Могу лишь сказать одно, смотрите, наблюдайте, будет очень много крови и зрелищ. Встречаем! Продолжение следует... Его оппонент Вячеслав Профессор Лысенко, 25 лет, Москва. Опытный боксер с внушительным послужным списком. Своими боями он уже защитил звание профессора в мире единоборств. Опа! Самый быстрый джеб на Диком Западе. О, вот этот удар был! Победу нокаутом одерживает боец Вячеслав Лысенко. Обещает, что этим вечером его кулаки отправят соперника в болезненный академический отпуск. Спокойно на лайте будем, как всегда, катать. Все будет красиво, чтобы все руки были целые и голова на месте. Ну, в мою очередь, я буду стараться ее ему отбить. Встречаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рефери в октагоне Дмитрий Болдырев. Господа, слушаем команду внимательно, соблюдаем правила. Пожарь руки по углам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Файл! Ну что, второй поединок сегодняшнего карда. И здесь, конечно, такое еще противостояние, в том числе и прозвищей. Хаос против профессора. Такая академичность против разрухи определенной. Так действительно интересно будет посмотреть, сможет ли Хадис устроить настоящий хаос в ринге, чтобы заставить профессора капитулировать. Или же, наоборот, академичность возьмет свое. Ну, профессор такой, очень чувствительный, нестандартный. Плюс у него антропометрия очень хорошая. Стоп, стоп! Да, ну вот, правда, драку настоящую закатывает хаос. Файк! Это и хочет навязать. Но антропометрия у профессора очень хорошая для этой весовой категории. Длинные рычаги, высокий. Это же носомата весовая, правильно? И примерно носомата ростовый, скорее всего. Да, действительно. Это 70-кил? Да, антропометрия очень похожа как раз-таки на носомата. Ну, и определенное движение, кстати, тоже. Промахивает из дистанции профессор. Стоп! По затылку не бьем. Файк! Ну и приятно, что оба не заводятся после каких-то там не самых дозволенных попаданий. По спортивному выясняют отношения. Вот сейчас четко пробивает с дальней руки. Очень хорошо. Как раз он попал. Четыре. Прямой задний. Пять. Куда? Прямой задний подбородок. Восемь. Готов? Поднимается. Хаос. Да, точный удар в подбородок был. И продолжает поединок. А что, не досчитал до 10-ти, что ли? Успел подняться все-таки хаос. Я, честно говоря, думал, что на этом бой будет вершом, но... Хорош, Слава, молодец. Хорошо, хорошо. Так, воды дать? Воду, Слава, будешь? Анис, хорошо начал. Много сил потратил. Расслабленным корпусом работай. Слышишь? Да ты все успеваешь. Присядь, отдохни. Потом не встану. Понял. Чипун, тебе на язык. Продолжение следует... Ты много сил. Расслабленный. Ты все успеваешь. Слав, почему правое не подбираешь? Левое заслабил. Левое заслабил. Все. Ну, продолжай дальше. Че? Я готов, Слава. Все. И локти вставляй. Вот это вот. Он машет, и все видно. Все видно. Локоть вставляй. И вот отсюда, сверху. Не ждем, не ждем. Все, все. Сам инициируй. Да, да, да. Все, инициируй. Сам. Файк. Выдавливай. Выдавливай. Возобновляется бой. Зану очень подвижно работает хаос. Много раздергивает. Но вот передняя рука профессора, по-моему, уже очень много проблем доставила. Повнимательнее. Постоянно он ей фехтует. Не хватаемся. Да, передней рукой он только ей неудобства создает. Да, и Финтита защищается и атакует. Афинь, мы не бьем. Ой, хорошо. Снизу сбоку хорошо прям. Один, два, три, четыре. Еще один нокдаун рассчитывает рефери. Но мне кажется, этот нокдаун не такой тяжелый, как первый. Восемь. Готов? Если признаться, честно, он прям деклассировал хорошо. Вроде так спокойно разбирает, не торопится. Да, ну и с каждым таким попаданием все больше уверенности появляется у профессора. Стоп! Локоть. Не выставляем локоть. Локоть. Файк! Практически ничего не получается у Хаоса. Вот на первых секундах хорошо он действовал. Первый раунд еще. Ух, еще одно попадание там разбит. Нос, кажется, да? Уходи, Сан. Если бы эта дальняя рука зашла бы в цель, Думаю, сейчас скоро закончится. Дозрачно будет? Корпус выключил. Голову выключил. Стоп! Не хватаемся руками. Не хватайтесь сюда. Небольшой перерыв. Пауза. Нет, возобновляется бой. И, в любом случае, последние 10 секунд второго раунда. За два раунда успел два нокдауна оформить профессор. Правда, может быть, это еще не конец, конечно, но... Он не пытается завинтить темп, он не пытается закончить бой нокаута, он просто спокойно ходит на корону работать. Ты думаешь, он мог бы финишировать? Ну, думаю, при большом желании, да. Вариант только зарубить сейчас, ну, только умно не бросаться, а через раскачку корпуса выманиваешь левой ногой, дергаешь и пробуешь в размен пойти. Слава, сейчас не спеши, пожалуйста. Не спеши, спокойно. Сейчас попробует отыгрываться, да, да, да. Хорошо. Спасибо. Заходи, заходи, только не просто лети, а вот так же через корпус заходи, через разергаем, через заработку. Вот и все, клинч, грязный бокс, грязный бокс. И не забывай еще, если руки прижал, оттягивай. Заключительный раунд. Ну, здесь, конечно, нужно что-то невозможное продемонстрировать хаосу, чтобы забрать этот бой. Профессору, главное, не терять концентрацию и, возможно, попробовать либо третий нокдан оформить, либо досрочно весь поединок. Правый навстречу. Сказывает, правый навстречу пробивать. Опять дальняя рука. Не хвататься. Не хватайтесь. Прям задергал соперника профессор. И с передней руки острый джеб, такой очень неприятный. Три. Смысла не стоит продолжать. И я бы на месте вообще главных владельцев выкинул. У тебя носа выкинул. Все-таки здоровье, опять, самое важное. Где дает возможность подняться хаосу? Да или нет? Ну, тебя не мучит. Нет, все. Победа техническим нокаутом от Вячеслава. Ну, как по мне. Поздравляем профессора с победой. Это было академично, красиво. Ну, а Хадису, конечно, желаем здоровья, чтобы без последствий это обошлось. Потому что, видимо, сейчас кровь прям заливает весь ринг. Все, уберите, нормально все. Давай я тебе тампон суну, что ли? Я правой стороне х**а не видел, бля. Все, спасибо всем, кто меня поддерживал, в моей семье. Мурички, Миташи, всем брату, друзьям. Так, у тебя на брови небольшая сечка, ты потом ко мне подойдешь? Не буду я шить, зашивай. Почему не хочешь, зашивай? Не надо. Живешь. Капач. Так, держи. Третий раунд. Техническим нокаутом победу одерживает боец из красного угла Вячеслав профессор Лысенко. Слава, ну, поздравляю тебя с этой победой. Ну, на самом деле, все академично, все четко, выверено, ничего лишнего. Прозвище профессора, оно не зря. Очень красиво смотреть было, действительно интересно. Ну, и на самом деле, честно, меня интересует только одно. Кто следующий? Имена. Всем спасибо, кто посмотрел. Следующий? Ну, костюм из Дубровки. Он сам захотел этот бой. Сказал, что на улице меня уничтожат. Но зачем нам улица, если мы можем сделать это здесь? Слав, предугадывая, что он тебе ответит, скорее всего, это будет что-то типа, ты мне неинтересен. Поэтому, возможно, стоит уже посмотреть в претендентскую сторону, потому что 4-1 и уже как будто бы где-то рядом претендентский бой. А потом уже и пояс недалеко. Ну, я думаю, он же сам захотел его. Подожди. Подожди, я никуда не тороплюсь пока. Вопросов нет, Слав. Я молодой, горячий, на свободе. Вот. Так что, Джави, давай, выходи уже на связь. Подтвердил бой. Сделаем с тобой. Свожу тебя в школу. Научу таблицу умножения. Всего, чего хочет с тобой, сделаю. И хочу спасибо большое сказать своей команде. Путь боксера Евгении Треско и Евгении Зубков. Всем большое спасибо своей семье. Огромнейшее спасибо Наташе, маме, своим друзьям Игорю Ткаченко и Владу Лизанцу обещал передать им. Большой привет. Так что, следующее, Эд, я готов, но я ко всему подхожу с головой. Как скажешь. И как моя команда решит, в принципе, так это я и делаю. Спасибо. Молодец. С победой. С победой. И все-таки посмотри действительно в сторону титульной гонки. Хадис, ну в первую очередь хочу выразить вам уважение за то, что несмотря на то, что в первом раунде было, скажем так назовем, пару грязных приемов, обоюдных, вы смогли взять себя в руки. Все это осталось только в спортивной стезе. Вы пожали друг другу руки, все хорошо, красавчик. У вас сложная работа, я понимаю, что сегодня был не твой день. Не буду тебя мучить, просто отдам тебе микрофон, скажи, что накопилось. Проиграл, проиграл, нет никаких оправданий. Не оправданий. Моя работа была, я не выполнил. Плохой день в офисе. Вернемся, вернемся сильнее уже в категории выше. Устал гонять. Красавчик. Молодец. Не расстраивайся. Все еще впереди. Подарки от наших спонсоров. А мы едем дальше. Все еще делается к лучшему. На сегодня все еще. В принципе, недоволен. Не сделал свою работу, как я планировал. Ничего, у меня сильнее не хватило. Больше опыт, остальное все вроде нормы. Добавляющий план вернуться на победную тропу и ворваться в титульный гонок. В ходе хардкора наблюдайте. Я вернусь, вернусь сильнее. Все мира и добра. Друзья, ну все, прошел бой. Победа за нами. Как я и предполагал, наш план сработал. Мы без единой царапины. Очень хорошо себя чувствую. И, в принципе, все. Могу всех поздравить, своих родных и близких. Жив здоров. Хочется, чтобы вы написали в комментариях, как вам бой. Красивый, некрасивый или чего-нибудь добавить может. Дальнейшие планы. Костюм из Дубровки. Он придет сюда. И мы уже с ним договорились, да, Джавид? Но для этого он сначала должен выучить таблицу умножения. И все. Дело в шляпе. Люди хардкора. Ну, подпишитесь уже, наконец-то, на меня. Посмотрите. Я всегда скину интересные видео. Интересные истории. Я там показываю свою жизнь. А еще хочу сделать большой розыгрыш AirPods Pro. Друзья, а теперь о тех самых 25 айфонах. И это действительно не шутка. Вам нужно просто подписаться на мой инстаграм-аккаунт, где я регулярно разыгрываю билеты на закрытые съемки. Разыгрываю наш мерч. Постеры с автографами спортсменов. И вот еще сумасшедший гивэвэй. Поэтому ставим на паузу. Переходим по ссылочке. Подписываемся на мой аккаунт. Репостим последний рилс в ленте. К себе в сториз. И погнали. Айфоны сами себя не выиграют. Лучше просмотра нового выпуска Hardcore Fighting Championship может быть только просмотр нового выпуска со своей второй половинкой. Ведь гораздо приятнее разделять свои влечения с любимым человеком. Как мы знаем, сейчас достаточно не просто найти ту самую, которая подойдет не только внешне, но и будет разделять твои интересы. Но вместе с Твинби все становится гораздо проще. Ведь Твинби — это дейтинг-приложение будущего. В нем уже более миллиона девушек, с которыми ты можешь проверить совместимость и заранее узнать об интересах и предпочтениях друг друга. Так как сервис учитывает характер и психологические особенности. Все очень просто. Скачивай Твинби. Пройди простой психологический тест при регистрации и выбирай из миллиона ту самую, единственную. Переходи по ссылке в описании и устанавливай Твинби. Идеальный сервис для знакомств. Ну что, друзья, а мы переходим к со-мейн-ивенту. И первым в октагон хардкора приглашается наш ветеран Замир Кремень Мамедов. 33 года. Самара. Мастер спорта и чемпион Европы по кикбоксингу. Боец, по служном списке которого противостояние с лучшими из лучших в полулегком дивизионе. Победу одерживает Замир Кремень Мамеда. Несмотря на уважение к оппоненту, Кремень планирует зарубиться в привычной манере. Добавить имя молодого проспекта в коллекцию трофеев и перейти к званию главного претендента на чемпионский пояс. План на бой – выйти и победить. Зрителям ждать от нашего боя ярких исков. Оба бойца техничные. Будет интересно смотреть. Мы мало знакомы, но я вижу, что уважение у него есть ко мне. У меня взаимное. Вперед, без травм. Встречаем в октагоне хардкора. Вперед, без травм. А в октагон приглашается его оппонент Семен Эстонец-Каманин. 22 года Нарва Эстония. Семикратный чемпион и главная звезда эстонского бокса. Фактор того, что он первый кулачный боец из своей страны является главной мотивацией Семена на пути к самой вершине спорта. О, и хорошее попадание. Очень хорошо. Второй негдам. Второй негдам. О, сейчас четко на оттяжке, как пробьют. Победа одержал Семен Эстонец-Каманин. Сочетая в себе неизгибаемый характер и отточенный бокс, он уверен, что кремень воспламенится от точных и острых попаданий прямиком из Эстонии. Я готов отдать полностью всего себя в этом бою, разукрасить соперника, его лицо, сделать красочный бой, поэтому будет очень жесткая рубка. В этом бою считать, что его быстрее, техничнее, и этим сегодня будем брать верх. Встречаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рефери в октагоне Алексей Козлов. Бойцы, пожмите руки. Команду внимательно слушаем, правила не нарушаем. По углам удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соглавное событие вечера и очень интересное рейтинговое противостояние в полулегком дивизионе. Максимально опытный занял кремень момента против Семена Эстонца Каманина. Ну да, там где замерз, куча не бывает, там всегда попадают хорошие руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семена Эстонец, видимо, тоже пацаны не со двора. Да, эстонец уже два боя провел, у него рекорд 1-1, и, честно говоря, хорошо он себя показывал, очень такой подвижный на ногах, достаточно. Боец хорошо себя чувствует в ринге, техничный, но замер это, конечно, просто постоянный прейсинг, постоянное давление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В своем стиле, конечно, сразу же начинает этот поединок. Замер на скачке жестко. На скачке попал, да, донес, по-моему. Но так, на самом деле, Семен не тушуется. Тоже отвечает. Головой аккуратнее. Пайк! Держать, не держать! Чуть больше клинча стало. Вот разрыв дистанции от Замира. Вот, на отходе попадает эстонец. Стоп! Небольшое рассечение есть у Семена. Чуть меньше вперед стал идти Замер. Последние секунды на первую раунду. Головами аккуратно. Головами аккуратно. Стань. Ну, за актив я бы отдал Замер первый раунд. Да, пожалуйста, соглашусь. Но в целом как будто во второй половине первого раунда чуть меньше стало. Там поднял. Да, да, согласен. Так практически ровно. Амир, все отлично. Не забывай, пожалуйста, про корпус. Пожалуйста. Переднюю рукой вызываю его. Он на тебя кидается. Скачковым боковым кидает. Бьет сразу 2-3 удара. К ним передней ручкой. Он на тебя дернется и встречает. Когда ты его подавливаешь, он голову опускает вниз. Сунь, либо туда же, в корпус, либо снизу подними его, пожалуйста. Только внимательно сам. Иногда заигрываешь. Продолжение следует... Если он бьет 3 удара, не уходи просто назад. Уходи назад и в сторону, либо сразу в сторону. Ты уходишь по прямой линии назад, поэтому вы в итоге обнимаетесь. Он там поджин снизу поднимает. Мы его, видишь, опускаем. Только дергается. Вот тогда перебивай. Он остальное ничего не делает. Все получается. Все получается. Мощи, видишь, перебиваешь полностью. Попробуй, пожалуйста, левый сбоку свой. И когда бьешь, не влетай в него. Ты влетаешь на его дистанцию, он начинает работать с тобой в ближнем бою. Ага. Со своей дистанции. Передней рукой. Ты уходишь назад и в сторону. Левый боковой, брат. Почему апперкота нет вообще? Где твой апперкот? Вообще нет. Снизу, сбоку. Он выполняет голову. Снизу, сбоку, брат. Про переднюю не забывай. Не уходи по прямой линии атаки. Слишком в залегании идти ты с вами. Надо, блин, подходи. Давление делаешь, ближе подходи. Левый, левый. Живота начинают. Не забываешь про переднюю, не уходишь по прямой линии атаки. Вызвал? Он кинулся, ты контратаковал. Стоп, 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 стоп. Не держите. Файт. А клинч почему не дает работать? Хорошо проваливает Семен сейчас. Не знаю, вроде Зами раньше хорошо клинч работал, не знаю, почему он сейчас клинч не использует. Он старается все равно пробивать, да. Держись, держись. О, хорошую серию прямых выдал сейчас Эстонец. Пытается настеливать передней рукой Семен. Но давит, давит, давит Замир. Замиру надо подходить, больше работать на маятнике, подходить и навязывать свой бой. Стал он, да. Такое ощущение, что он не за Мир стал. Хотя он, насколько я знаю, всегда тренируется, всегда в хорошем режиме. Ну, может быть, он стал заложником собственного темпа, какой он задал с первых секунд. Но без цели он просто кидает и кидает. Головой не веди. Файк. На оттяжке пытается пробить Семен. Вообще, честно скажу, импонирует мне, как Семен работает. Очень спокойно, несмотря на то, как на него давят. Ну, да, учитывая то, что Замир очень лопатный соперник, кто-то, возможно, бы дал слабину и нервничать. Да, он под этим прессингом перманентным. Да, сдалека уже бьет, уже очень видно, вот так из Замира. Держи. Нужно что-то менять. Ну, второй рам как? Все равно за Замиром из-за давления или нет? Не знаю. Вот сейчас уже у меня такое, двое ощущение. Я бы, мне кажется, Семен отдал, более точнее был, мне кажется. Не давал попадать по себе и на оттяжках как раз продлевал. Смотрите, корпус вот такие вот одиночные заходят. Зачем ты просто начинаешь кидаться, что-то исполнять в суету? Коротко вот так вот попадай одиночные удары. Дернул. Он у тебя кидается. Ушел и дай там правый, левый. Один, два, два, три. После того, как он промахивается, после, будь внимательна, когда он бьет один, он бьет два, будь внимательным. Прокон закончил, сразу хотя бы джеб, иди еще раз джеб дай. Ты бьешь один джеб и просто уходишь. Продолжение следует... Корпус заходит. Корпус левый сбоку заходит постоянно. Чуть его собрань, не закинь, ты его куда-то за ухо закидываешь. Все нормально, заходит. Чуть выложить. Вот здесь, когда он тебя вяжет, сам чуть побей, инициативу чуть подхвати свою инициативу. То, что он тебя держит, вот и все. Тебе нужна атака. Вызов, провалить, атаковать. Вызов, провалить, атаковать. Все, что надо запомнить, вот это. Вызов, провалить, атаковать. Вызов, провалить, атаковать. Запомнил? Да. Последний раунд за мной. Поработай. Поработай, пожалуйста. Левый, больше, левый, больше. Два раунда забрал, я считаю. Просто на всякий. Третий тоже заберем, и все. На, возьми. Этот раунд надо забирать. Вызов, провалил, наказал. Да, объективно. Как пройдет бой Перси и Калмыкова? 60 на 40, польза Калмыкова, 70 на 30. Ну, чисто спортивная, да, политика? Сорян, нахуй. Возвращаемся в наше противостояние. Третий раунд потенциально решающий. Стоп. 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 Держи. Аккуратно. Пайк. Мальтин просит Семену первому атаковать. Не ждать нападок от Замира. Ой, хорошее попадание тоже было моментово. И клинч. Кто-то настолько сильно вопал, что у нас экран отключился. А это, скорее всего, Замир, потому что Замир как раз-таки вкладывается, по-моему, всегда каждое попадание. Вне зависимости, что устал он, начало боя, конец. Так, вот сейчас, может быть, Семен перехватится инициативу. Нет. Не держа, не держа. Нет. Стоп. Стоп. Файк. Стоп. Стоп команда. Мне кажется, не получается у Семена как-то много, что ли, атаковать. А то он точечно пробивает. Стоп, стоп. Не бойтесь. Он так глобально какого-то преимущества не может в свою сторону оформить. Файк. Стоп. На фоне того, как Замир постоянно идет вперед и старается наносить удары, это, конечно, теряется. Последние 10 секунд поединка. Стоп. 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 Сложный, на самом деле, для подсчета бой. Файк. Стоп. 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 Единогласным решением судей победу одерживает боец из синего угла. Замир Кремень Мамедов. Кремень вернулся! Москва! Хардкор! Всем салам алейкум! Когда назад в чемпионскую гонку, пора бы уже включаться, Замир. Ты приходил три года назад в нашу лигу, как один из самых титулованных и профессиональных спортсменов. И мне кажется, что сейчас твой винстрик тебе и нам, как Лиге, аккуратно напоминает, что ты пришел сюда забирать чемпионские пояса в своей весовой категории, а не просто разговаривать. Так получилось, что я опять в гонке. Мы уже делали стердаун с Шамелем. Это, мне кажется, самый жесткий вызов самых жестких парней в этой весовой категории. Не в обиду, всем в топ-5, мои друзья. Но поддержали пояс, хватит. Теперь моя очередь. Шамиль Джагбаров охотник, правильно я понимаю? Про него речь. Шамиль, гигант! Я жду тебя! Я вижу в твоем углу Самата Кыргыза Абдрахманова. Я вижу Эльмара Гусейнова в твоем углу. Что эти люди делают здесь, скажи мне? Это мои братья, мои товарищи по тренировке. Также все в топ-5 в мою весовой категории. Все мои близкие. Но, извините, ничего лишнего. Он ли бизнес? Кого перевернем первым? Самата или Эльмара? О, это опасные гангстеры. Я... Давай спросим. Как сердце подсказывает, кого первым? Самата. Нормально просекундировал Самат? Ну все, спасибо, расходимся. Все, всем спасибо. Благодарю свою команду в лице этих двух гигантов. Своего менеджера Виталию Тарасову и команду Принципиум. Благодарю вас, Анатолий, за то, что даете возможность. Вам спасибо, парни. Вам спасибо. Все, от души всем. Увидимся. Самих без обид. Семен, как ты эстонец? Да, в целом все нормально. Все бомб было. Скажи, а мы с тобой уже развеечивали миф здесь, в октагоне или на конференциях про вашу этническую медлительность? Не, не. А что, сегодня было видно, что ли? Нет, в том-то и дело. Да нет, на самом деле, я считаю, сегодня бой не пошел у меня. Я тренируюсь в основном по боксу. Кулачка – это такое проявить себя. Я бьюсь только с лучшими ребятами в кулачках. Мне интересны вот такие вот вызовы. Сегодня, сами видели, у меня серьезный оппонент, крепкий был. Где-то, может, я слишком заряжался на ударе, где-то еще что-то. Так, в целом, да. Только по боксу занимаюсь, как бы по кулачку не перестраиваюсь. На кулачку ухожу просто. Хочу показать красоту. Что еще нужно зрителю? Только зрелище. Правильно ли я понимаю, что в твоем углу тебя секундировал Мартин Лютер-Джуарян? Да, он всегда на моих боях меня приходит, поддерживает, разминает, дает мне наставления. Он, на самом деле, делает тоже большой вклад вот в нашей команде. Спасибо ему за это. То есть Мартин Лютер-Джуарян и Самат Кыргыз Абдурахманов секундировали только что двух участников со-мейн-ивента. Мартин, можем ли мы попросить тебя подняться в твой, надеюсь, по-прежнему родной для тебя октагон? Мартин, тысячу лет тебя не видели? Даже так? Приятно видеть? Да, конечно, неприятно, Самат. Рассказать столько же не увидите, но... Как ты, расскажи. Все отлично, все нормально. Последнее время мы с тобой общаемся через подкасты Коваленко. Ты сказал у Коваленко, что что-то не сложилось, мы сказали, что что-то не сложилось. Но, к слову, ни один из нас ни разу не позволил себе попуститься до каких-то дрязг, которые не красят ни лигу, ни спортсменов зачастую, за что я тебе искренне признателен. Ровно как и ты во всех интервью говоришь о том, что признателен лиге за все то, что мы для тебя сделали. Ты с нами с первого сезона, ты для меня навсегда история нашей лиги, и наши двери для тебя всегда открыты, честно. Хардкору в любом случае спасибо, как бы ни было, я очень благодарен, потому что я в этой лиге состоялся. Ну, я искренне это говорю, как бы ни было, даже если мы там где-то не договорились, я пошел своей дорогой, вы своей дорогой, я в любом случае хардкору очень сильно благодарен, потому что здесь я состоялся, и благодаря тому, что я был здесь, я интересен там, объективно говоря. Поэтому в любом случае я, да, благодарен, я вижу, он здесь, я здесь, наверное, есть что сказать. Есть что сказать. Ты сейчас поднял тему с тем, что дороги наши в каком-то моменте разошлись, но мы оба понимаем, что они рано или поздно, скорее всего, сойдутся. Есть незаконченные дела. Есть незаконченные дела. И ты понимаешь, о чем мы сейчас говорим. И в клетке, честно говоря, вот в этой весовой категории до 70 килограмм уже становится прям тесно и душно, потому что сюда, я не знаю, как уже твой секундант или твой потенциальный оппонент поднялся, финалист гран-при третьего сезона Хардкор Файтинг Чемпионшип. Тигран, с чем пожаловал ты? Добрый вечер, люди Хардкора, всем привет, еще раз здравствуйте, всем привет, тебя с победой, хороший бой. Мне тут просто интересно стало, как бы скоро у нас стадионный турнир намещается, а мне все, никак не могут соперника найти. Как-то я не хочу заставиться, Анатолий, вы же мне обещали соперника найти. Мы сделаем, сделаем. Мне кажется, что твой соперник очевиден, это действующий чемпион Эмиль Гладиатор Наврузов. Так, дайте полную, точную дату, я готов, чтобы я был уверен и газ вперед. Ну давайте соберем уже этот флеш-рояль. Эмиль Гладиатор Наврузов, я видел, что ты здесь, присутствуешь сегодня у нас на Хардкор-арене. Поднимайся в октагон. Слишком много чемпионов в одном октагоне, парни. Друзья, добро пожаловать на Хардконференс. Эмиль, приветствуем тебя. Друзья, ну давайте мы все-таки закончим историю с секундантами наших спортсменов, которые показали нам невероятный суммейн. Договорим с Мартином Лютером Джуаряном. Мартин, готов ли ты дать реванш Самату? Как и прежде, да. Это было очевидно, несмотря на то, что наши пути разошлись. Это очевидно, что вопрос нужно закрывать. Поэтому, ну, по датам, сейчас я чего могу вам сказать. В любом случае, да, бой мы сделаем в этом году. Это я обещаю. Переговорим, обсудим дату и летс гоу. Самат, устраивает? Полный газ, полный газ. Нужно закончить дело. Давайте на стардаун. Мартин, Лютер, Джуарян, Самат, Кыргыз, Абдарахманов снова в октагоне хардкора. Самат! Мартин! Встреча к Мартине! Мартин, человек, Матин! Ударный оказывается Самат! Хут, это он Матина, но Мартин попадает на встречу сейчас. Вот вновь, вновь, вновь на гау, рассчитывая рефери Самату, правой на правую. И попадание от Самата сейчас, кстати, от Мартина, это тоже того, кто ж будет. Пройдя всю дистанцию, после пяти раундов, Я знаю, потенциальная ничья возможна. Объявляется ничья. Ничья возможна. Пояс остается у чемпиона. Пояс остается у чемпиона, действующего Мартина, Лютера, Джуаряна. И этому бою быть 2024 год, Харкор Файкинг Чемпионшип. И мы только начинаем. Я предлагаю подарить заряженные подарки от нашего лучшего спонсора Кофе Либо. Заряженные бодрящие пакеты от Кофе Либо. И отпустить наших бойцов. И отпустить наших полуфиналистов. Ну а к вам, господа финалисты и действующие чемпионы. Есть еще несколько вопросов. Тигран, микрофон твой. Хочется бой за пояс. Хочется подраться. С Божьей помощью победить. И вообще не важно, с кем я буду драться. Мне нужен бой за пояс. Со всем, ко всем уважением к моим будущим соперникам. Пожалуйста, организуйте. Я уже хочу драться. Душа, видишь, душа требует у Тиграна. Что ты на это скажешь? Я скажу чек и газ. Всего-то чек и газ. Давайте на Стардау. Лето, Сочи, футбольный стадион, фишт-арена. 40 тысяч зрителей. И зацепил сразу. Ух ты. И вот там сейчас очень неприятно попадает. Ой-ой-ой, сильный удар слева проходит. Сейчас Эмиль атакует ярко, прерывает мою речь. Еще раз Эмиль, это хорошо. Одержал победу и стал чемпионом в легком весе. Эмиль, гладиатор на Варгуза. Клинч очень хорошо работает, Тигран. Не спать, не спать. Ух ты, слева попал жестко. Ого! 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 Это мой Тигран! Сейчас хорошо навязывает поединок. Попадает хорошо Тигран Мативасян. Ого! Победу одерживает. Тигран Мативасян! Там все и скажет. Тигран Мативасян, Эмиль, гладиатор на Варгуза. Бой за чемпионский пояс в весовой категории до 70 кг. Тигран Мативасян. Эмоции после кулачки, как всегда, адреналин зашкаливает. В бою даже бывает порой моменты просто не понимаешь, что происходит. Просто дерешься, выкидываешь удары. В принципе, нормально подрались, показали зрелище. Это самое главное. Не хватило где-то, может, раскрепощенности. Кулачка все-таки она зажимает. Где-то не хватило, может, инициативы. Где-то не бил те удары, которые следовало бы убить. Люди хардкора. Я вижу, с моей родиной, с Эстонией мне много пишут, поддерживают. Очень приятно. Также с СНГ. Сегодня вот так вот получилось. Ничего, я на этом не останавливаюсь. Я молодой боец, молодой парень. Также идем дальше за титулом. Мы пройдем этот длинный путь непростой. Я выбрал именно тернистый путь, и я буду идти до конца. Я доволен. Хоть и бой был сложный, если честно. Парень был хорош, реально. Мы сами все увидели. Ну вот и я получил. Но свое тоже я забрал. О планах я уже сказал, как бы, пояс. Люди хардкора. Я бы вам хотел пожелать, чтобы вы были добрее. Не лили грязь. Всем мира и добра. Это вам от за мира. Неизменный партнер Hardcore Fighting Championship. Группа компании Pride United. Лучшие спортивные проекты для сильных духов. Pride Николай Тим. Клуб профессиональных бойцов по боксу, кулачным боям и ММА. Pride GFC. Первый в России промоушен по ММА для юниоров. Pride Fitness. Сеть полноформатных фитнес-клубов. Pride United. Объединяем лучшее. Ну что, друзья, мы переходим к мейн-эвенту. И в октагон приглашается. Разверт! Эй, эй. Тихо, муха. Иди сюда, пиас тоже. Иди сюда. Оба идите сюда. Перс, ты где я? Ты где, ты где? Я приехал. Кому ты там голову оторвешь, а? Ты приехал? Иди сюда. Давай, давай, вот сейчас. Общи. Сойди сюда в октагон. Я тебе приехал за тобой. Давай, давай. Зайди сюда в октагон. Перс. Ты бросал ему вызов из октагона. Ты готов был к разговору в октагоне. Здесь ему и должно случиться. Смотри. Давай, подпиши контракт. Ты же хотела на кулаках. Охрана разделила октагон. Живой стеной разделила октагон. Ты себе лишнее позволяешь уже. Давай, давай поддеремся. Ты же хотел драться. Давай. Давай. Я готов. Подпиши контракт. Я подпишу контракт. В этом проблем нет. Это ты избегаешь постоянно боя. Я избегаю. Я тут. Я перед тобой. Я перед тобой. Я приехал. Он приехал. Тут уже взрослые игры начинаются. Понял? Либо деремся, либо нет. Я приехал, и я до конца тут. Я не забыл, что ты сказал мой адрес. Давай, подпиши контракт. Я тебе покажу. Но смотри. Это бой не будет. Бой. Это будет личная драка. Понял? Я тебя перееду тут. Переедешь? Перееду. Ты попутаешь в этом ринге. Ты не уйдешь отсюда. Мухаммед. Очень многие выражают сомнения в том, что ты сможешь создать достойную оппозицию Мухаммеду Киборгу Калмыкову. Что ты скажешь им в ответ? На третий раз я тебя буду уронять. Хорошо? Ты думаешь, что я боюсь тебя? Да. Так и есть. Так и есть. Я в глаза твои вижу страх. Вижу отчаяние и безысходность. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Смотри, это твой дом. Я у тебя дома. Пять лет сам один все добился. Хорошо? Давай, подпиши контракт. Я покажу тебе, кто боится и кто нет. Считай, что уже подписан давно. Хорошо? Хорошо. Апрель месяц. Стадион. Погнали. Давай. Стадион турнир у них есть. Давай газ. В апреле месяце у нас есть ВТБ-арена. Если вы договоритесь по весовым лимитам, если вы будете готовы подписать контракты, и спустя три года вашего нескончаемого конфликта, драк, всех тех бой, которые вы устраивали на конференции, закрыть все в основном. Подойди, как будто я боюсь с тебя или что-то. Лига? Не подойди. Лига будет готова закрыть ваш конфликт. Это будет, наверное, самый громкий мейн-эвент в истории кулачных боев на сегодняшний день. Но для этого каждому из вас необходимо перейти уже от слов к делу. Я не просто так призвал вас после всех последних конференций, после всего происходящего в студиях и на подкастах, встретиться сегодня здесь на турнире. И мне кажется, самое время каждому из вас принять решение. Давно приняли уже решение. Какое решение? Какое еще решение? Давно я принял решение. Это он избегает боя. Я не избегаю. Ты такой лицемерный. Я тебе покажу. Хорошо? Смотри. Високомерный, не надо что сказать. Ты боишься и так далее. Не надо такое вещи сказать мне. Я тебе третий раз вот. Два раза тебе отправили спать. Третий раз я буду это делать. Поменяй это. Хорошо? Не надо так смяться. Смяться не надо. Любой человек смотри. Болтаешь ни о чем. Обо всем и ни о чем. Ты умеешь слушать вообще. Я вас буду потухить. Чего ты сказал? Повтори. Я говорю, что я тебе буду потухить. А? Тушить буду тебя. Мухаммед, в какой момент градус вашего противостояния свалился за экватор ненависти? Мне кажется, это случилось после War Thunder, нет? Мухаммед. Мухаммед. Я тебе в голову оторву. Ты чего там размахался? Ты кому в голову оторвешь? А? Кому в голову оторвешь? Твоему брату тоже. И тебе, и старшему, и всем. Ты ничего не будешь делать. Понял ты тут? Ничего нахрен, да? Просто ты умеешь из потешка бить и все. Понял ты? Стадион в турне скоро будет. Посмотри, как я тебя уроняю. Хорошо? От слов в дело. Подписывайте контракты, и да будет бой. Амзат Маэстро, здесь ли ты? Готов ли ты пропустить Перса в противостоянии с Мухаммедом Киборгом Калмыковым? А сам подраться с ним за чемпионский титул летом на футбольном стадионе в Сочи? Мы же договаривались, они дерутся не за пояс. Правильно? Они дерутся не за пояс. В промежуточном весе им нужно согласовать весовые лимиты, подписать контракты. Да, я бы тоже с радостью подрался бы, тоже бы заработал денег. Поэтому пусть дерутся, зарабатывают деньги. Пояс мне оставьте, а я его в июле заберу. Видишь ли ты хоть какие-то шансы для Перса в бою против Калмыкова? Ну, 60 на 40 в пользу Калмыкова. Но 40 процентов ты оставляешь Персу. Видел ли ты бой Перса с Тимуром Никулиным на голых кулаках? Это же был дикласс! Да, но Никулин на то время такой... И Перс удивил! Сырой был кулачник Никулин на то время. Ну, как я считаю, по крайней мере. Мы тебя услышали, Хамзат? Он же до сих пор не выходит на кулаки. Сдайте ему 20 миллионов, 30 миллионов, пусть подерется. Пусть упадет здесь красиво. Давай в каком-то моменте промоутерская компания самого любимого бойца Hardcore Fighting Championship Хамзата Маэстро обрастет финансовой мощью и силой и выделит в складчину с нами компромиссный бюджет для Тимура Архангела Никулина. О, сейчас будут долгие разговоры, сейчас будут долгие. После последнего твоего кулачного поединка лицо болит, Тимур? Ну, давайте начнем с того, что это не были кулачные бои. Это раз, и вы это знаете. И, во-вторых, я не видел еще такого человека, который ронял меня вот, ну, в этой лиге и в других и других. Поэтому я думаю то, что как только, Анатолий Юрьевич, вы разобьете свою копилочку, и мы можем, я думаю, и с Хамзатом сделать бой на голых кулаках. Вы же жаждете этот бой? Жаждем. Давайте тогда разбивайте свою копилочку. У Мухаммеда будет бой с Персом, у меня будет бой с Хамзатом. Я думаю, здесь будут просто-напросто... Тебе до Хамзата еще на силе вести по ним кулаком. Здоровья, побереги его, да? Тогда, я не знаю, Анатолий Юрьевич, что, вы разбиваете копилку, и мы делаем это все в июне? Только если твою, Тимур. Только если твою. Твой пенсионный фонд, он у тебя есть в нашей лиге, и вот если оттуда мы начинаем вытаскивать капиталы, и вычитать их из следующих твоих боев по боксу, по контракту, то в моменте можем поставить тебе сумку на стол. Я только знаю, Анатолий Юрьевич, где крупные чеки, там и Никулин, все это знают. Я никогда от боев не отказывался и приму любой вызов. Кулаки, боксы, разницы нету. Главное, чтобы чек парад. Перс или Калмыков? Я уже сказал вам, что Калмыков тут явно выиграет, и поэтому именно в кулачных боях. Но что касается лимита, я не думаю, что вы согласуете по лимиту, потому что Мухаммед не сделает 77 кг, а Перс больше не будет драться. Мы об этом еще поговорим. Вы готовы на стартаун? Я всегда готов. Я тебе сейчас одну историю расскажу. Не надо мне историю рассказать. Есть один черкес, черкесский лев Аниуар Гедуев. На Олимпиаде, короче, он попался с иранцами. Ты же иранец, да? Не надо такую вещь не сказать. Нет, ты в финале попался с иранцами, его засудили очень страшно, отобрали золото. В честь него я твою голову отторву. Нет, 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 я не знаю людей. Я за все персидские народы буду с тобой так же делать. Хорошо, хорошо. И по моему брату и тебе. Хорошо, посмотрим. Время придет. Ты черкесский? Я тоже бахтярский. Понял? Бахтярский, но это большой народ. Посмотри, руку убери. Не бойся говорить, я говорю. Я не боюсь никому, кроме священного. Руку убери. Молодец. Договаривайтесь по весовым лимитам, мы сделаем вам бой. С вас подписанные контракты, с нас в чеке. Друзья, специально для вас Hardcore Media совместно со Вконтакте подготовили супер розыгрыш. Уже в этом месяце вы можете выиграть PlayStation 5 в эксклюзивном дизайне. Три пятнадцатых айфона. Билеты на все закрытые съемки Hardcore Fighting Championship, HFC MMA и Hardcore Boxing в 2024 году. И целых 10 наборов мерча. Для участия нужно всего лишь подписаться на три официальных сообщества Hardcore Media Вконтакте. Hardcore Fighting Championship, HFC MMA и Hardcore Boxing. Выполняй условия и забирай свои призы. Погнали! Друзья, ну а тем временем Телеграм-канал «Братские круги» продолжает набирать обороты. И за короткий промежуток времени уже пробили отметку в 100 тысяч подписчиков. Это онлайн-конференция 24 на 7, в которой одновременно находятся главные звезды индустрии. Перс, Мухаммед Калмыков, Хамзат Маэстро, Самат, Эмиль и многие другие. «Братские круги» — это горящие эксклюзивы, актуальные конфликты и вся движуха YouTube MMA. На данный момент это лучшее, что есть из интертеймент-продуктов на просторах Телеграма. Залетайте по ссылке в описании и подписывайтесь на абсолютно новый формат для мира единоборств «Братские круги». Пауза. Аккуратно вводим в ТГ поиски, нажимаем «Подписаться» и едем дальше. Ну вот, теперь мы переходим к главному бою вечера. И в октагон приглашается Абубакар Кросс Сулейманов, 32 года Москва. Первый чемпион в истории среднего дивизиона. Это было жестко в первый нокдаун. Сразу же жестко. Победу одержал Абубакар Сулейманов. Непобежденный боец Hardcore Fighting Championship. Абубакар никогда не проигрывал чемпионский поиск. Поэтому он возвращается, чтобы вернуть титул чемпиона на законное место. Заявляет, что последний удар Мачетто и его чемпионские амбиции закончатся на встречном кроссе. Встречаем. Ух, пошел сразу прессинговать. Ух, хорошо. Первый нокдаун. Справа Абубакар. Опа-па! Абубакара вы точно запомнили и запомните. Думаю, сейчас это было жестко. Меня зовут Абубакар Кросс. Абубакар забрал первый чемпионский пояс хардкора. Кулачка, она вернула меня обратно в спорт. С того времени я изменился. Ментально, наверное, пришлось в жизни и в спорте проходить через жизненные удары. Да, что с помощью Господа, с помощью близких мне людей я справился с этим. Это меня сделало сильнее, как есть на самом деле, без лишних каких-то слов. Я сам даже удивляюсь от самого себя. Сейчас я, честно, вообще не думаю о боях. Я, как обычно, прихожу, готовлюсь, тренируюсь. В кайф тренируюсь и в кайф выступаю. Хорошо себя чувствую в целом. 95% я самостоятельно тренируюсь. Мне это намного легче удается. Я знаю свои минусы, свои фишки. Поэтому, как повести свою подготовку. Я уже 20 лет в боксе. Для такого уровня боев опыт имеется. В хардкоре я выступал в 2021 году. И вот сейчас думаю продолжить свой путь кулачных боев в хардкоре. В последнем бою на хардкоре против Амелия Бахшиева была одна единственная проблема, что я не совсем правильно подготовился. И за пять дней до этого боя я перестал качаться. В то время я качался. Тяжелую качку. Там 80-90 килограммов. Такими весами я работал. Именно вот эта вот тяжесть сказалась в этом бою на мне. То есть я очень сильно забился, устал. В целом бой неплохо провел. Абубакар Сулеймана победу нокаутом одерживает Михаил Тараблин. Миша Тараблин, он был чемпионом. Я принял этот бой. Так как соперник неплыменитый, да, хороший боец. Ниже роста меня, раз он принял этот бой, я думаю, он нормально подошел к этому. Я понимаю, что мне придется серьезно, собрано подойти к этому бою. Почувствовать атмосферу эту такую, заряженную. Я буду идти вперед, биться до конца. Легко не отношусь к нему. У меня будет честь разделить автогон с таким бойцом, как Миша Тараблин. Это кулачка, тут один удар может решить, но мои бои сами говорят за себя. Умом буду стараться работать, оберегая себя. Технично постараюсь поработать, показывать характер. Как захожу в ринг, шаг назад мне хочется делать. Только вперед и до конца. Нокаутом победу одерживает Абубакар Кросс Сулейманов. Мишу Тараблину хочу пожелать всех благ. В этом бою ни у тебя, ни у меня легкой прогулки не будет. Поэтому удачи в первую очередь мне, а потом и тебе жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В октагон приглашается его оппонент, человек, который стал вторым чемпионом в среднем весе после того, как его оставил Абубакар Кросс Сулейманов. Михаил Мачете Тараблин, 32 года Лыткарина. Мастер спорта и чемпион России по ММА. Экс-чемпион среднего веса и четвертый номер рейтинга. За четыре нокаута в пяти поединках его уже прозвали Дэном Хендерсоном от мира кулачных боёв. И сегодня он намерен запустить свои водородные бомбы прямо в цель. Заявляет, что Мачете будет рубить тропу к чемпионскому титулу, несмотря ни на что. За руку какая пошла! Оу! Как хорошо достаёт! Оу! 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 От нашего боя ждите рубки, а она ни от кого не оставит равнодушным. Меня зовут Кораблин Михаил. Мачете. Так-так, за руку какой! Как хорошо достаёт Миша сейчас! Пошёл вперёд Мачете. Оу! 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 Мачете убивает. Победу нокаутом одерживает Михаил Караблин! Я себя вижу в кулачке, так как бокс – это больше именно спорт джентльменский. А кулачка всё-таки – это гладиаторские бои. Эмоции, адреналин зашкаливает. Сумасшедший бой! Оу! Травма у меня случилась просто из-за того, что мне маловаты были перчатки. У меня был кулак сжат не до конца. Не сжимаешь и бьёшь неправильно. Всё, перелом. Я бы не сказал, что мне тяжело возвращаться. Да, выступал я два года назад где-то примерно. Я не думаю, что скажется, потому что я очень голоден. Голоден по кулакам. Оу! 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 Хорошо достаёт Миша сейчас. После этого боя идёт гонка. Гонка за поясом. Он хочет забрать свой пояс. Так же, как и я хочу забрать. Он был первым чемпионом, я был вторым чемпионом. И в любом случае это будет принципиальный бой. Для него и для меня в любом случае. Подготовочка прошла идеально на высшем уровне, как всегда. Готовились долго и упорно. Абубакар, давай покажем кровавый бой. Я не буду боксировать. Я буду драться. Как я всегда это делаю. Зрителям могу сказать точно не моргать. Потому что это будет красочно, ярко и зубодробительно. Люди хардкора, все, кто сейчас смотрит, ждите. Ведь я вернулся и я иду только за победу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рефери в октагоне Сергей Летунов. Бойцы на середину. Парни, вы профессионалы, правила знаете. Соблюдайте их. Выполняйте мои команды. Запрещенные удары не наносим. Мешать я вам не буду. Желаю успеха. Пожали руки. По углам. Пора начинать. Михаил Мачета Тарабрин. Абубакар Кросс Сулейманов. Шуму Харкор Арена. Поехали. Фальт. Мэйн ивент. Рейтинговое противостояние. Но двух бывших чемпионов. Хардкор Фатик Теппершип. Голые кулаки в среднем дивизионе. Да, да, да. Вот этот бой я с интересом посмотрю. Я в первый раз буду вживую наблюдать, как Абубакар дерется на плакат. И как сразу пошел вперед Михаил Тарабрин. Руку сломал домой красный. И интересно, что у Тарабрина сейчас после такого долгого простоя по форме. Да, посмотрим. Возвращение на голые кулаки для него. Руку сломал. Кто? Красный. Тарабрина. Ну, она была, по-моему, сломана. Как раз в Дубае он сломал. Мы видели только что удар и на него посмотрели. Надеюсь, все-таки без таких тяжелых травм пойдет этот поединок в обе стороны. Эх, оба были чемпионом весовой октября 84. Я до сих пор официально еще чемпионом стал. Но главное, ты считаешь себя чемпионом. Да, все верно. Вообще, возвращение, конечно, Сулейманова взбодрит, мне кажется, и без того бодрый дивизион. Еще на одной из НДК большей весовой категории. Всегда мечтал, да? Ха-ха-ха. Так что ж, ну, пока что мы видели стартовый натиск от Тарабрина. И сейчас чуть-чуть отпустилась ситуация, но по-прежнему со взрывами. Ну, вот. Абубакар начинает чаще пробивать уже. Разбил нос Тарабрину. Ох! Ох! Конечно, так здесь не было до нокдауна, просто скользнулся. Последние секунды. Кстати, я только недавно, вот когда сейчас читал эту биографию бойцов, только сейчас узнал, что Тарабрина 32. Он уже старый. Пик прайден, да? Да, для него будет травмоопасно уходиться на реванш. О, боже. Пайд! Последние мгновения первого раунда. Очень напряженное противостояние. Ну, в первом раунде, я считаю, он в Бокарфе 4 забрал. Думаешь? Я считаю, что что я… И несмотря на давление в начале, которое было… Нет, нет. Он просто одно, единственное давление в начале, и все. И после этого просел. Как будто действительно у него что-то случилось. Видишь, он тебе все время раздергивает. Не стой. Живот, голова. Двойной джек. Дернул в живот, ударил сбоку. Дернул в живот, ударил сбоку. Дернул в живот, ударил сбоку. Первый раз забрал, да? Он кидается, только ищет левый боковой. Держи руки хуже, бей прямой. И не забывай живот. Не вались на живот, он их живетом в голову. Вот этот прямой у тебя хороший. Левый, левый. Левый. Ура и левый! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Особенно сейчас поддавят в концовке еще. Ну да, это Адубакар. Вот попадание, попадание пошли. Надо взорваться. В концовочке надо взорваться, я считаю. Посмотрел так Миша на время. По секундомерам Мухаммада Кулмыкова осталось 16,5 секунд. Последние секунды давит Адубакар Кросс Сулейманов. По периметру ринга двигается Михаил Мачетто Тарабрин. И бой завершен. Ну, я считаю, что Тарабрин победил. Да, да. Там за ничья. Потому что... Почему? Первый, третий раунд, первый, третий раунд я считаю, что Адубакар... Третий проиграл? Да. Ну, не знаю, брат. Дай лайк, дай капушку. Молодец, я считаю, что это два раунда выиграл. Выиграл, что же ты? Это длинный, вот все равно, видишь. Это Канко! Что рука, как рука? Там бьюра. А что палец? Да, я не успешу. Молодец! Молодец! Молодец, уехал. Уптеды топ-5 бойцов, парни! Ну, думай, что... Брат, брат! Брат, брат! Брат, брат! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, у нас есть судейский вердикт. Решением большинства в этом поединке победу одерживает боец из... ...красного угла Михаил Мачете Корабрин. Миша, мы поздравляем тебя с камбэком. Пусть и с непростым. Микрофон твой. Люди хардкора, всех приветствую. Я думаю, мы показали нормальный бой. Абубакар, тебе спасибо. Это непростой соперник, все знают. Немножко не показал себя хорошо, так как, похоже, палец сломал большой. Прям в первом раунде. У него очень крепкая голова. Очень крепкая. Что сказать? Всем спасибо. Спасибо большое Максиму Евгеньевичу. Максим Евгеньевич, дай Бог, мы будем прославлять Николая Тима. Спасибо моей команде, Николая Тима. Спасибо Игорю Васильевичу. Сколько нервов он тратит на нас, вы не представляете. Дмитрию спасибо большое. И вообще спасибо пацанам, они помогают, терпят эти плюхи. Тоже не каждый выдержит. Благодарить свою семью, свою жену, она здесь опять со мной. Сыночка Святослава, эта победа в любом случае, так же и для тебя. Что сказать? Едем дальше. Я думаю, что дай Бог, если все нормально будет, давайте на стадионе какой-нибудь бой красивый устроим. Так же рубку. И, как говорится, едем дальше. Миш, в каких аспектах ты доволен своим сегодняшним выступлением? И в каких не доволен? Доволен в том, что победил, естественно. Не доволен в том, что одно и то же делал. Но я еще раз говорю, похоже сломал палец большой, хрустит он что-то. Не мог бить нормально, потому что голова крепкая, реально. А так, я не знаю, люди скажут, все за меня скажут, кто видел. Кто-то подумает, что я проиграл, кто-то подумает, что выиграл. Судить им в любом случае. Миш, с победой, с возвращением. Это было красиво, это было филигранно. Это было в силе хардкора. В лучших традициях хардкора. Абубакр, родной, ты знаешь, я не хочу ничего говорить. Я хочу просто, как зритель, сказать огромное спасибо за то, что ты вернулся к нам в октагон хардкора. И спасибо, что подарил вместе с Мишей такой прекрасный, яркий, незабываемый поединок. И отдать тебе микрофон. Спасибо всем. Приветствую. Радостно находиться здесь вместе с хардкором. Три года уже не выступал на кулачных боях. Вот, в втором раунде пропустил хороший удар. Походу у нас сломался нос. Но ничего, это нас не ломает, в общем. Будем продолжать дальше. Всем спасибо, кто болел. Своей команде хочу сказать тоже Юре. Большое спасибо тренерскому составу. Агаеву Бекхану Охаевичу. Рокке Кавали за поддержку. Что скажу, дальше готов продолжать. Чуть подлечусь. Давно не выступал так же. Почувствовал сейчас. Ринг, кулачный бой. Громкие слова говорить. В этом году это будет один из самых конкурентных весов, если не самый. Как бы в боя мы постараюсь доказывать, показывать, на что я способен. Твои бои говорят громче некуда, Абу Бакар. Всем спасибо. Это настоящий конкурент. И так же, Миша молодец, хороший боец. Я так наблюдал за ним. Хороший бой дал, вот. По крайней мере, в втором раунде хорошо засадил. Молодец, поздравляю. Всем спасибо. Также хардкору Лисе Вас, Анатолий Германский. Хочу поблагодарить всех, что вы как бы позвали на бой. Рад дальше сотрудничать с вами. Спасибо, что вернулся. Спасибо. Мы рады, Абу Бакар. Мы рады себя видеть. Расстроился, конечно. Проиграл. Получил травму. Но ничего. Так и бывает. Жизнь еще хуже была. Чем двигаемся дальше. Из-за того, что я упал, конечно, я расстроен, что я пропустил этот удар. Не знаю, я бы дал ничего, но главы сказали, что с этим не согласен. Давно я не выступал, как я и говорил. Буду было склонно чуть-чуть. Дальше будем побеждать. В любом случае. Всем спасибо, что болеете за нас. Поддерживает. Всем удачи. Всем благ. Всех приветствую. Эмоции переполняют меня, потому что я выиграл. В любом случае. Я скучал по этому. Походило, сломал опять руку. Здесь только уже большой палец. У меня очень сильная голова. Очень сильная голова. Я вам честно скажу. Эти раз я бил так, что у человека ничего не было ему. По сути. Дальнейший план у меня, естественно, дай бог, все заживет. Идти в гонку за поездом. Потом посмотрим. Люди хардкора. Я надеюсь, вам понравился бой. Если вам понравился, вы увидите меня еще скоро. Официальный партнер Hardcore Fighting Championship – Либо Кофе. Уже 25 лет Либо производит и обжаривает один из лучших кофе в России, заряжая нас и спортсменов энергией и мотивацией. Либо – это первый молотый кофе для турки, натуральная арабика с плантацией по всему миру и семейный подход к каждому клиенту. Либо имеет большой выбор ярких позиций. Каждый найдет то, что ему по вкусу. Переходи по ссылке в описании, введи промокод «Либо Хардкор» и получи дополнительную скидку в 30% на весь ассортимент «Кофе Либо». Пейте кофе и помните – в бодром теле бодрый дух. Друзья, ну и прежде чем завершить этот, я по-другому не могу назвать, сумасшедший карт, сумасшедший мейн-ивент, я хочу пригласить в этот октагон героев следующего выпуска. Героев следующего мейн-ивента. Умар, Стальной, Магомедов, Амхат, Нокча, Джанчураев. Парни, давайте на стердаун. Парни, Магомедов, Амхат, Нокча, Джанчураев. Прикормил бомб. Продержал победу Умар, Стальной, Магомедов. Трау, Героев. О-о-о! О-о-о-о! О-о-о. Хорошо слева. Сейчас справа. И сейчас опять справа попадает. Какое попадание! Сейчас хорошо, сдали руки, попадают. Ну вот это решающий момент. Сейчас хорошо справа пробивает. Драка пошла прям знатно. Победу одерживает. Амхар Мокша Жанчураев. Умар, кто твоя главная цель в твоей весовой категории? Главная цель – пояс. Я хочу быть лучшим здесь. Не только здесь, и во всем мире. Буду доказывать с каждым боем. Буду удивлять. Просто ждите. Дайте мне просто выйти сюда. Я горю желанием. И неважно, на ком он. Мухаммед Калмыков, Хамзат Маэстро, Даниил Янкибридов. Мы же сюда пришли делить пояс, правильно? Пришли быть лучшими. Надо сражаться с лучшими. Так что я буду готовиться к каждому. А так, каждого из них я уважаю. И по-человечески отношусь очень хорошо. Но бой есть бой, а пояс – он один на всех. И в этом главная философия и идеология хардкора. Да, пояс один, он должен быть у одного. Умар Стальной Магомедов, дамы и господа, мейн-эвент следующего карта. Амхат Ногча Джанчураев. Амхат, скажи, пожалуйста, все-таки есть ли противостояние Мухаммеда Киборга Калмыкова и персидского дагестанца случится? Кто заберет в этом бою? Я думаю, что этот исход очевиден, честно. Недовес, малый опыт скажется конкретно в данном бою. И поэтому я думаю, что победа будет на стороне Калмыкова однозначно. А так, еще пару слов. Мне нравится настрой Умара, но я думаю, что подарки мы ему тоже приготовим, какие-никакие. Порадуем его в этом бою. Это то, чего ждут наши зрители. И последний вопрос. Хамзат Маэстро Куриев или Мухаммед Киборг Калмыков? Я все-таки думаю, отдаю предпочтение Хамзату, так как он уже досрочно побеждал его и уже знает ошибки, какие у Мухаммада есть в этом бою. Я думаю, что 60 на 40, скорее всего, Хамзат. Это мое мнение. Совсем скоро мы увидим развязку этого противостояния. И скажу это еще раз. 2024 год. Стэй Хардгор, мы только начинаем. Спасибо. 84 будет взрываться в этом году, 100%. А когда не взрывался? Друзья, хотим рассказать вам про нашего нового партнера частное охранное предприятие Legion Security. Legion Security – это больше, чем просто частное охранное предприятие. Это персональная и объектовая охрана с самыми опытными и подготовленными сотрудниками, которые проходили службу в спецподразделениях и профессионально оснащены, чтобы охранять ваш покой. Услуги компании разнообразны. Отличная охрана, охрана бизнеса, торговых центров, жилых комплексов и элитных поселков, до охраны клубов, ресторанов, а также обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, концертов, праздников, конференций, форумов, различных развлекательных и спортивных мероприятий. Обеспечение порядка на своих ивентах Legion Security доверяют общественная палата, Сбербанк, Промсвязьбанк, Ауди, Хардкор Медиа и другие топовые организации. Legion Security – это опора безопасности и качественная охрана ваших мероприятий. Переходите по ссылке в описании и будьте спокойны за себя и то, что вам дорого. По поводу той самой девушки, скандальная история, как быстро ты хочешь удосрочить Али. Да, Али порвали жопу, он же говорит, что не боролся. Вот прогнулся, но будет стараться. Твой брат выйдет с Мухаммедом так же подраться. Потянул мне за слова и застал сделал предложение. Друзья, мы продолжаем разрывать тренды и уверен, что... С вами был Хардкор Файтинг. Чемпионшип, лайк, подписка обязательно и едем дальше. В этом выпуске просто без лишних слов. Великий Хардкор, Империя Хардкора и Империя Кулачных Боев вернулась. И мы лишь в начале пути. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...